При этом аппарате предусмотрено рабочее место автоматизированного врача. Оно находится в сотейном помещении. На новенький маммограф в городскую поликлинику Воркуты сегодня заехал посмотреть даже мэр Игорь Гурьев. Врачи рассказывают о преимуществах пришедшего буквально недавно цифрового оборудования. Готовились к его запуску очень тщательно. Даже капитальный ремонт сделали в трех помещениях. Это кабинеты для врача, самого аппарата и вентиляции. Затратили на обновление около двух миллионов рублей. Само оборудование обошлось республиканскому бюджету в 9 миллионов. У нас до 2018 года присутствовал свой аппарат рентгенологический. Он был основан как аналоговый. Он именно распечатывался, проявлялся на пленках. Конечно, диагностическое значение имело, но выявляемость была крайне низкой. В данный момент этот аппарат цифровой. Он имеет более высокое разрешение. И также увеличена диагностика ранних, раннее выявление злокачественного образования молочной железы. Простота эксплуатации и надежность. Высокая разрешающая способность. Низкая доза облучения пациента и персонала. Режим автоматического выбора параметров экспозиции. Кстати, мамографию могут проходить и женщины, которых направил врач, и те, кто подлежит диспансеризации. К работе с новым аппаратом уже готов врач-рентгенолог, специально прошедший повышение квалификации про шифровки снимков. Планирует направить на обучение и еще одного специалиста. В цифровом маммографе, говорят врачи, куда больше удобства. Если же там определяется патология, то тут же мы распечатываем снимок. И со снимочком пациент уходит дальше на обследование. Плюс в снимке в данном аппарате записывается в новом формате. Это Дайко, международный формат, который по всему миру. То есть возможности плюс данного снимка увеличились. Мы можем посмотреть снимок как в позитиве, как в негативе. Мы можем целенаправленно увеличить какой-то определенный участок в молочной железе. Посмотреть, что это изменено. Новое оборудование позволит рентгенологам в Иркутинской поликлинике принимать пациенток в две смены. С 8 до 19 часов планово открывать двери кабинета будут и по субботам, несколько раз в месяц. В прошлом году здесь удалось обследовать почти 2,5 тысячи женщин. В 2019-м, уверены сотрудники, показатели больницы вырастут втрое.